Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о своей четвертой поездке в Шанхай. Это был уже Крисмас, и девчонки захотели почувствовать дух Крисмаса, и мы решили поехать в Шанхай. Почему? Мы поехали в этот раз в Century Park, Парк Века. Он был построен в 2000 году. Там недалеко находился торговый центр, в котором были вот эти белые мишки, был Дед Мороз, был Глинтвейн. Как-то весело было. Конечно, я уселась еще на колени Деду Морозу. Дома в жизни этого не делала, но вот в Китае почему-то мне захотелось, потому что все садились. С парка мы уже вышли. Парк реально классно, если у вас будет время посетить, а вам понравится. Мы вышли и пошли по Century Avenue. Огромное количество высоток, вот этих именно офисных зданий. Очень красиво, я не знаю почему, но мне понравилось. И там, вы знаете, там было такое зернышко. Я не знаю, почему я туда полезла. Ну, вот не знаю. Я, конечно, все могу сделать, но вот почему меня захотелось туда, я не могла оттуда вылезти. Там так хорошо было. Я не знаю, там хорошо было. Ты лежишь и видно полностью все высотки, Будуна, все высотки самой красивой Шанхая. И тебе не надо никуда бежать, тебе не надо никуда идти. Ты просто лежишь и балдеешь. Ну, пока Лена меня оттуда не вытащила, потому что сказала, что меня ждать не будет. Кстати, как раз на тот момент закончилось строительство сверхвысокого здания «Шанхайская башня». Его высота составляет 632 метра. Санхайская башня. Ну, знаете, санхайская башня погуляйте, вам понравится. При том, что вот, когда вы выходите с парка, идете на вот эту улицу, там находятся вот такие, как дельфины. И в самом парке находятся большие травяные декорации. Это был уходящий год лошади, приходящий год козы. Вот в этом стиле было. Вот. И там вот эти дельфины. И плюс был символ солнца. То есть интересное такое произведение искусств. Я так понимаю, что это, наверное, лучик солнца. Вот так хотел передать автор. Интересное построение. Мы поехали. Там была ярмарка. Вот. Крисмас-ярмарка. Я вам так скажу. Наверное, больше рекламы. Ну, да, что-то продают. Ну, да, глинтвейд наливает. Ёлка, Дед Мороз ходит. Всякие игрушки, с которыми можно фотографироваться. Ну, чтобы прям вот такое что-то. Я не скажу. Вот этот раз мы не пошли в ночные клубы. Потому что у нас уже перенесли репетиции на утро. И нам пришлось ехать автобусом в Нинбо. На который мы еле успели. Последний. Мы просто летели. Вот. Благо метро в Шанхае есть. Кстати, я забыла сказать. Вот под конец нашей работы в Нинбо тоже построили метро. Я даже в первый день попала на него. Случайно спустилась. Вот. Ну, в Шанхае оно уже давно. Так что вам будет легче передвигаться. Но все равно берите расчет времени. Потому что мы еле успели на последний автобус в Нинбо. Вот. А уже с Нинбо мы поехали домой на такси. Да. И утречком на репетиции. Честно вам скажу. Шанхай – бесподобный город. Я уверена, что он вам понравится. Такой, знаете, современность и рядышком старый Китай. Обалденное сочетание. Нужно несколько дней. Я вам серьезно скажу. Ну, хотя бы 4-5 дня. Вот чего 4-5 дня. Вот 4-5 дней. Вы знаете, я уверена, что Шанхай вам понравится. Потому что это город контрастов. Вы попадаете в старый Китай. Древний. И вы попадаете в модернизированный Китай. И переходня с одного в другой. Они рядышком находятся. У вас меняется настроение. Настрой. Какое-то вдохновение. То есть, вам точно здесь не будет скучно. Потому что такое разнообразие. Такие пестрые все. И те же ночные клубы, и храмы. То есть, все разное. Абсолютно все разное. И если у вас будет возможность, приезжайте хотя бы на 4 дня. Уделите внимание этому городу. Я думаю, у вас будут незабываемые впечатления. Если мое видео вам понравилось, то ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Я жду ваших комментариев и вопросов. И буду с удовольствием на них отвечать. Желаю вам хорошего дня или вечера. Желаю вам хорошего дня. 我们 tomorrow. Поехали вам хорошего дня. Пока. В